Ольга Пырочкина Представляющими нашу республику в Совете Федерации В разговоре приняли участие члены правительства Чувашия Речь шла о подготовке к большому событию презентации республики в Совете Федерации В программе участие в работе комитета В знакомство с инвестиционным потенциалом, промышленностью, социальной сферы, культурой Чувашия До этого, напомним, похожие презентации проводились в Министерстве иностранных дел России Торгово-промышленной палате и ряде посольств зарубежных стран Дни Чувашии в Совете Федерации пройдут 29-30 октября День республики в следующем году будут принимать у себя Чебоксары, как обычный комсомольский район Он стал победителем конкурса на право проведения торжества Соответствующий указ подписал сегодня глава Чувашии Об этом сегодня же Михаил Игнатьев сообщил на заседании правительства Вместе с тем министры обсудили круг важнейших вопросов В частности, о прожиточном минимуме в республике, общественной палате Чувашии Исполнении бюджета этого года Ольга Григорьева подробнее Принятый формат заседания сегодня корректирует глава региона Привычной работе правительства предшествует выступление Михаила Игнатьева Руководитель республики сообщает о подписанном указе Согласно документу, основными площадками празднования Дня республики Станут Чебоксары и Комсомольский район Победители специального конкурса теперь поддержат рублем Вместе с тем, сам регион получит из федерального бюджета Денежные средства, некогда потраченные на жилье туфсинцам Пострадавшим от взрыва газа К слову, все они уже отметили новоселье Стоимость выполненных работ составила 24,7 миллиона рублей Более 10 миллионов рублей мы выделяли из резервного фонда Кабинета министра Чувашской республики Оставался остаток около 14 миллионов рублей Который будет погашен за счет жилищных сертификатов Согласно принятому решению правительства Российской Федерации О новшествах, которые ожидают уже общественную палату Чуваши Рассказала министр юстиции Надежда Прокопьева Изменился федеральный закон, теперь дополняется республиканский В состав общественной палаты России будут избираться представители региональных палат Корректировки касаются именно порядка выборов Предусматривается, что решение об избрании представителей общественной палаты республики В состав общественной палаты Российской Федерации Принимается на седаниях общественной палаты То, что председатель общественной палаты Чувашской Республики Одновременно не может являться членом общественной палаты Российской Федерации И что избранный член общественной палаты Чувашской Республики В общественную палату Российской Федерации Слагает в себя полномочия Соответственно члена общественной палаты Чувашской Республики Проектом закона срок полномочий общественной палаты Чувашской Республики устанавливается аналогично сроку полномочий Предусмотренных для членов общественной палаты Российской Федерации три года. Отдельно правительство останавливается на бюджете. Ему особое внимание сверстан в сложных экономических условиях. Минфин докладывает об исполнении бюджета за 9 месяцев этого года. Республиканский бюджет Чувашской республики по доходам в целом исполнен в объеме 26,3 миллиарда рублей. Расходы исполнены в объеме 24,1 миллиарда рублей. Если смотреть в разрезе налогов, то следует отметить, что несколько ниже в прошлом году идет поступление налог на прибыль организации. Отставание на 0,3% пункта. Но в целом картина в целом по России аналогична. Между тем корректируется и величина прожиточного минимума в сторону уменьшения. В третьем квартале года она составит 6176 рублей. Данное снижение было условно уменьшением цен на продовольственные товары. Вследствие снижения цен на картофель и овощи, в частности капуста, морковь, все овощи, расходы на их покупку в третьем квартале уменьшились на 83 рубля 48 копеек. Незначительное снижение цен наблюдалось на хлеб, круп и яйца. В связи с чем затраты на их покупку также сократились на 19 рублей 54 копейки. Изменения грядут и на рынке рекламы, где законодатели пытаются навести порядок. Теперь схема размещения рекламных конструкций будет предварительно согласовываться с Минстроем. А договоры на установку и эксплуатацию их предлагается заключать в течение пяти лет. Это предельный срок. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Проверки соблюдения миграционного законодательства в России проводятся массово. Чувашия не стала исключением. Прокуратурой города Новочебоксарск совместно с Новочебоксарским отделом Управления Федеральной Миграционной Службы России по Чувашской Республике была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства обществом с ограниченной ответственностью СУОР, который располагается в городе Новочебоксарск по улице Промышленная, 23. Проверка проведена 5 июня 2013 года. На момент проверки было установлено, что в Общество с ограниченной ответственностью СУОР гражданка Республики Узбекистан, находясь в рабочей одежде, занималась уборкой данной организации, не имея соответствующего разрешения на работу и без оформления трудовых отношений с обществом. По указанному факту, прокуратурой города в отношении Общества с ограниченной ответственностью СУОР было возбуждено административное производство по статье 18.15, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое было направлено на Новочебоксарский городской суд. Постановлением Новочебоксарского городского суда 9 октября 2013 года ООО СУОР было привлечено к административной ответственности по статье 18.15, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей. В настоящее время данный постановительный суда не вступил в законную силу. Отдай и не греши. В взаимоотношениях с государством лучше придерживаться такого принципа. Штрафы, налоги, другие отчисления платить все равно придется. И лучше не копить долги. Так подумал и автовладелец, который во время рейда судебных приставов на авторынке Верест выложил более 140 тысяч рублей. Прикинув, что потеря железного коня обойдется дороже, он весьма быстро нашел необходимую сумму и погасил долг вместе с исполнительным сбором. А вот другому водителю пришлось расстаться со своей машиной за неуплату кредита. В размере 30 тысяч автомобиль был арестован и отправлен на штрафстоянку. Если в ближайшее время хозяин не передумает, машину продадут и из вырученных денег погасит штраф. Всего в службе судебных приставов в Чувашской республике на исполнении находится более 343 тысяч исполнительных документов. В отношении граждан, имеющих в собственности автомашины. Сегодня в районе студенческого городка наблюдалось большое скопление транспорта. Но никаких пробок не было. Во-первых, водители были исключительно дисциплинированными, никаких правил не нарушали. Но, во-вторых, транспорт был двухколесным. В нашем городе прошел девятый этап Кубка России по велоспорту. Скорость под 80 км в час, над головой ясное солнечное небо, под колесами сухая, но непростая и интересная трасса. Вот оно счастье спортсмена-велосипедиста. В очередной раз Чебоксарский парк 500-летия превратился в трассу по маунтинбайку. Чтобы покрутить здесь педали, спортсмены приехали не только из разных районов республики, но и из разных уголков страны. Побороться было за что. Сегодня мы здесь проводим девятый этап Кубка России по велоспорту маунтинбайк в дисциплине велокросс. Призеры в своих возрастных категориях поедут в ВИЖЕС на чемпионат России. Самые маленькие соревнуются 10-15 минут. Взрослые же катаются в 6 раз больше целый час. Ну а украшением гонки стала не только золотая осень, но и прекрасный пол. Хоть и не в многочисленном составе. Кстати, девушки являются не просто красивой, но и сильной стороной этого спорта. Вот сейчас у нас девятый этап идет спартакиады. Потом будет у нас Россия. Россию закончим и отдыхаем. Но отдыхаем не в этом плане, то что мы валяемся на кровати, там телевизор смотрим, чай пьем. А в том плане, что бросаем, можно сказать, велосипеды. Ну и начинаем заниматься ОФП, общая физическая подготовка, плавание, бег, кросс. Подъемы, спуски, препятствия. Велокросс такая дисциплина, что иногда на велосипеде приходится не только ехать, но и тащить его на себе. Однако, несмотря на такую нелегкую жизнь, количество желающих пополнить ряды велоспортсменов только растет, считает тренер олимпийской чемпионки Ирины Калентьевой. Я, как говорится, уже давно в этом спорте и вижу, что последние годы, наоборот, идет очень бурный рост этих участвующих. То есть не бурный рост, а количество спортсменов, которые занимаются этим видом спорта, растет. И вы сами видите, когда в городе сейчас везде велосипедисты катаются, на работу ездят на велосипедах люди. Если лет так, 25 назад я зимой и летом катался на велосипеде, на работу и так далее, и никого не было. Сейчас, удивительно, все на велосипедах, видите, и городские власти как сделали, да, вот на велосипеде можно ездить по городу спокойно. Сделали специальные вот эти дорожки и так далее. Что ж, впереди Россия. Соревнования на звание чемпиона страны стартуют в Удмуртии в конце октября. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире специальный репортаж о праздновании пятилетия двух известных чебоксарских ресторанов. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. От суши до сушки. Под таким девизом пять лет назад в речном порту открылись рестораны и зуми и посиделки. Поздравления от гостей с заведений, вкусные угощения, подарки, песни от сотрудников национального телевидения Чувашии. Все это и не только в честь дня рождения. Впрочем, обо всем по порядку. Настоящей машиной времени могли воспользоваться гости праздника. На фотографиях, в интерьерах кадры открытия ресторанов. И можно вспомнить, как было и помечтать, как будет. Вы знаете, было хорошее начало, и я думаю, что будет прекрасное продолжение. Всем вам долгих лет жизни, и чтобы вам всегда нравилась настоящая японская кухня. Спасибо. Я очень хочу, чтобы в этом заведении всегда жизнь всех посидителей была с вами радована. Да, я хочу, спасибо. Название ресторана и зуми переводится с японского как родник, источник. И вот уже пять лет само заведение является настоящим источником удовольствия для любителей традиционной японской кухни. А для ценителей культуры страны восходящего солнца в эти годы проводились дни цветения сакуры, любования луной, детские праздники, дни мальчиков и девочек. Хотя кухня, конечно, всегда была и оставалась здесь главной хозяйкой. Основная наша задача – это иметь ресторан традиционной японской кухни. Чтобы человек, который, не знаю, пять лет назад, три года назад, через десять лет после этого момента, если он захотел съесть что-то японское, чтобы он пришел к визуми и сказал, да, вот, я получил то, что я хотел. Если из Японии до России несколько часов полета, то, чтобы из мира японских традиций попасть в царство русских кулинарных изысков, нужна всего минута. Я была здесь пять лет назад, когда это все открывалось. Очень радостно, что существуют в нашем городе такие заведения, которые вот пять лет прошло и становятся лучше и лучше. В ресторане-посиделке все по-нашему. Глиняные горшки, банки с оленьями, чугунки и самая настоящая русская печь гостям за эти годы полюбились. И редко кто готов сдержаться и не сфотографироваться на память на таком домашнем и родном фоне. Да и знакомым потом с удовольствием рассказать, где еле пили, да песни хорошие слушали. Песен в день рождения прозвучало много, потому что именно здесь, в посиделках, прошла презентация нового песенного проекта национального телевидения Чуваши «Ротация». Я поздравляю посиделки в Думе с пятилетия. Мы хотим сказать, что национального телевидения Чуваши так же недавно, буквально на днях, исполнилось два года. Я надеюсь, что вы все присоединитесь к нашему каналу и будете с удовольствием следить за новостями республики круглосуточно. Участникам презентации проекта «Ротация» профессиональным журналистам, режиссерам и телеведущим помогала группа «Река времени». Песня «Строить и жить», а также «Вкусно кормить» помогает. А это в ресторанах самое главное. За пять лет наши рестораны стали флагманами индустрии в городе Чебоксара. Мы смогли добиться тех целей, которые мы поставили перед собой. Наши гости сегодня самые благодарные гости. Я очень рад, хочу поблагодарить всех гостей за то, что они с нами и они есть. Все только начинается. Рестораны «Идзуми» и посиделки ждут посетителей ежедневно по адресу город Чебоксары, площадь Речников, 3. Продолжение следует...